В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлами. Верхней границей торгового диапазона выступит рубеж на отметке 1.1152. При этом поддержка для пары также смещается вниз, и на очереди тестирование ее на уровне 1.1124. Британский фонд медленно планирует свершины локального максимума 1.4423, достигнутые в конце прошлой недели. Линия поддержки уже сформировалась на отметке 1.4360, и в ближайшее время мы увидим еще одну попытку котировок пары опуститься ниже этого барьера. Но перед этим фонд стерлингов продемонстрирует коррекционность 2-х вверх до уровня 1.4388. По всей видимости, пока нет существенных причин для дальнейшего подъема стоимости этой валюты. Новую торговую неделю цена унции золота начала несущественным ростом после интенсивных распродаж в прошлую пятницу. Техническая картина свидетельствует о возможном завершении коррекции и возобновлении среднесрочного восходящего тренда. Дополнительным фактором, который потенциально может оказать поддержку спросу на драгоценный металл, является наметившаяся коррекция на фондовых рынках. Данный факт позволяет предположить перетекание средств инвесторов из акций и индексов в золото в краткосрочной перспективе. Кроме того, вероятность повышения учетной ставки Федеральным резервам на заседании в марте, по мнению большинства аналитиков, стремительно приближается к нулю, что оказывает давление на доллар США и толкает стоимость унции вверх. На сегодняшних европейских торгах мы предполагаем рост к уровню сопротивления 1260 долларов и достижение отметки 1268 в случае его преодоления. На сегодняшних торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе цен за унцией серебра выросло до уровня сопротивления 15 долларов 60 центов. Отношение европейских участников рынка к достигнутой отметке будет определяющим для дальнейших перспектив роста цены драгоценного металла. Разворот и снижение может вернуть курс к значению 15 долларов 40 центов за унцию. Однако, принимая во внимание фундаментальные факторы и техническую картину цены золота, с которой цена серебра достаточно сильно скоррелирована, наиболее вероятным выглядит продолжение роста и достижение отметки 15 долларов 75 центов уже в ближайшее время. Обратите внимание, завтра в 15.30 по московскому времени в Соединенных Штатах выйдут сразу три важные макроэкономические новости одновременно. Это базовый индекс розничных продаж, объем розничных продаж и индекс цен производителей. Такой мощный набор стат-данных может вызвать волатильность американского доллара и увеличить шансы заработка. Аналитики крупных банков, таких как Goldman Sachs и JP Morgan, предполагают в длительной перспективе нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку подписаться. Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.